Бог всех телефонов и телефон всех богов! Последнее время в своих обзорах я довольно много рассказывал о флагманах и современных технологиях. Именно поэтому новое видео решено было посвятить свежему бюджетнику от Samsung. Итак, встречайте Galaxy A02s 2021 года выпуска. Смог ли удивить меня смартфон, стоимость которого составляет не более 150 баксов, узнаете в этом видео. Понеслась! Своим внешним видом новый смартфон мало чем отличается от других устройств А-серии. Такой же удлиненный корпус, схожее оформление задней панели и расположение камер. Модель позиционируется как безрамочная, но давайте будем объективными. Как бы дизайнеры не старались скрыть рамки, они все же довольно заметны. На заднюю панель нанесли особый рельеф, благодаря которому поверхность не собирает отпечатки пальцев и смартфон не выскальзывает из рук. Но зато в углублениях забивается пыль и грязь, что, на мой взгляд, не очень практично и гигиенично. Экран занимает около 82% передней панели. Здесь использована PLS-матрица, что дает нам максимально широкие углы обзора, высокую плотность пикселей и качественную светопередачу. Но глубокого черного, как в случае с AMOLED, здесь не будет. Соотношение сторон экрана стандартное для современных смартфонов и составляет 20 к 9. Разрешение 1600 на 720. Хотелось бы побольше, но в целом для бюджетника совершенно нормально. В смартфоне довольно среднее, как на сегодняшний день камера. Даже при хорошем освещении на фотографии и видео можно увидеть зернистость и шумы. Стабилизации здесь вообще нет. А для корректного срабатывания автофокуса необходимо довольно много времени. Вот так снимает селфи камера. Я сейчас снимаю студии со светом. Лицо, в принципе, хорошо высвечивается. По качеству... ну... середнячок. Из плюсов камер этого смартфона могу отметить хорошее качество макросъемки. Эта функция популярна далеко не у всех пользователей. Но если есть проблемы со зрением, то она поможет прочитать мелкий текст на этикетке или разглядеть цифры на ценниках. Что касается производительности, то на борту Galaxy A02s присутствует восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 гига оперативки, 32 встроенной памяти с возможностью установки microSD до 1 терабайта. Операционка 10-й Android. В целом, это не слишком выдающиеся на сегодня параметры, но для решения большинства ежедневных задач и их выполнения достаточно. На смартфоне можно смело запускать популярные приложения, смотреть видосики и даже играть в простенькие игрушки с несложной графикой. Здесь есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS и 4G. Нет NFC, 5G и сканера отпечатка пальца. Но есть распознавание по лицу, а также доступны традиционные способы разблокировки с помощью графического ключа или цифрового кода. При том, что Galaxy A02s довольно тоненький, производитель умудрился впихнуть в него батарею аж на 5000 мАч. Если использовать смартфон в щадящем режиме, то полного заряда может хватить даже на несколько дней. А благодаря поддержке 15-ваттной зарядки ресурс аккумулятора получается восстановить довольно быстро. Если говорить откровенно, то на первый взгляд Galaxy A02s показался мне попыткой Samsung ликвидировать запасы старых запчастей, которые остались на складе компании после производства прошлогодних смартфонов. Но познакомившись с этим устройством поближе, могу сказать, что модель получилась вполне конкурентоспособной. Смартфон отлично подойдет в качестве недорогого аппарата для работы, а также вполне удовлетворит требования детей и пожилых пользователей. Больше о характеристиках Galaxy A02s вы сможете узнать, перейдя по ссылке, которую я оставляю в описании к этому ролику. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о новом бюджетнике от Samsung. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Увидимся, когда увидимся. Па-па! Па-па!